Я пробыл сбор в Амстердаме. Открылся я там около 10 людей. Тренировался с очень хорошими атлетами, такими как Герард Мусаси. Чувствую себя очень хорошо. Сейчас осталось много СН-тресс, все будет отлично. И лагерь тоже хорошо, в хорошем контенте. И я доволен всем этим. Мы проводили очень много спаррингов, работали на каждом аспекте. Работали также в партнере. В общем, обычная подготовка. Подготовка в основном была на функциональность или на физику. Когда ты дома, тебя отвлекают дела. Там просто тренируешься, можешь работать. Тренировка, отдых. Не знаю почему, но мне кажется, что я там могу подтянуть нормально именно функциональную подготовку. Там очень разные, разносторонние бойцы бывают. Бойцы, которые выступают на хорошем уровне, в хороших организациях. И с ними работать, это тоже определенный своего рода опыт. Я просмотрел много боев в Муслимах. По-моему, очень хороший боец, очень крепкий. Ну, и у нас получится зрелищный поединок. Я бы выделил его работу в стойке, однако стоит отметить, что он также неплохо борется. Конечно же, я стемнюсь к титулу. Я здесь, чтобы стать чемпионом. Я хочу быть чемпионом АСБ, и я готов к этому. Я готов к борьбе. Разносторонним, так как мой соперник тоже является разносторонним бойцом. Он и с рук работает неплохо, тоже бывшим боксером. Так как все знают, я тоже с детства занимался боксом. Ну, как бы у меня база по боксу получается. И джиу-джитсу. А у него боевое самбо. Ну, просто классическое противостояние. Сентябрь 2015 года в Санкт-Петербурге. Боец в синем углу. Fighting out of the blue corner. Боецу 32 года. Рост 182 см. Вес 84,5 кг. 32 лет. Он стоит 182 см. Официальный вес 84,5 кг. Его профессиональный рекорд. 17 боев. 14 побед. 3 поражения. Его стиль боевое самбо. Его стиль боевое самбо. Лейза Челбер. Репрезентент София Букерия Никола Типчиков. И его заверник в красном углу клетки. Бойцу 25 лет. Рост 181 см. Вес 86 кг. Ровно. Профессиональный рекорд. 8 боев. 7 побед и только одно поражение. Его стиль бокс и бразильское джиу-джитсу. Встречайте из Красного Россия. Мусим Хин-Шриев. Рыфери боя Ашуга. Внимательно слушаем мои команды. После команды стоп не работаем. Все действия по правилу. Пожали руки. Удачи обоим по углу. Итак, сейчас начнется первый раунд. Биометрические данные бойцов на ваших экранах. Жестко начинает Муслим Хизриев. Слоу-кика. Еще один мощный лоу-кик, да. Муслим Хизриев проводит под переднюю ногу своего соперника. Отключает точным боковым слева Никола Дипчиков. Он мастер нокаутов, особенно в первом раунде. Да, он очень ярко всегда стартует хорошо. Очень серьезный соперник у Муслима Хизриева. С ноги отвечает с хай-кика Муслим. В стойке левши работает Никола Дипченко и в стойке правши работает Муслим Хизриев. Да, Дипчиков опасен. Безусловно, мы видим, как он сосредоточен. Заряжен на удар, мы видим. Да, очень нацелен. Ну, посмотрим, насколько удастся Муслим Хизриеву именно разминировать вот так, такого опасного соперника. Еще один отличный лоу-кик в его исполнении. Да. Муслим явно изучал бои Николу Дипчикову. Вот сейчас Никола начинает поддавливать. Ищет пути, чтобы подойти поближе на удобную дистанцию. Вот этими лоу-киками сбивает, сбивает пока вот так с прицела своего соперника Муслим Хизриев. Очень грамотно использует, кстати, вот эти лоу-кики Муслим. Тут вот пальцем, видимо, было попадение от Николы Дипчиков. Бой продолжается. Снова лоу-кик, хороший лоу-кик от Муслим Хизриева. Выцеливают, выцеливают оба бойца. Заряжен на контратаку сейчас Хизриев и такой ищет момента для удара Дипчиков. Снова хороший удар ногой. Уже много, достаточно часто попадает вот этим лоу-киком Муслим Хизриев. Дипчиков отвечает прямым ударом слева. Вот сейчас попал справа. Опа! И сейчас будет добивание жесткое. Дипчиков ударник. Очень тяжко приходится Муслиму Хизриеву. Да, надо что-то делать. Вот здесь вязать, не давать так по себе наносить удары. Как отбойным молотком работает Дипчиков. Вот сейчас попытается. Хорошая, да, очень попытка выйти на болевой. Муслим Хизриев. Дипчиков не добил, лезет, пытается залезть в маунт. Снова пошел, да, сюда вперед он. Ну, очень много напропускал, конечно, Муслим Хизриев. Внимательно следит за ситуацией рефери. Чуть-чуть меньше полторы минуты осталось до конца первого раунда. Тейкдаун, исполнение Хизриева, но почти забрал голову Дипчиков. Да, очень такой выходит на удушающую. Освобождается Муслим Хизриев. И вот это шанс. Нужно, нужно использовать его, конечно. Ну, такое ощущение, что Никола Дипчиков подвымахался. Да, очень много он ударов нанес. Он рассчитывал, видимо, на быстрый нокаут, но этого не случилось. Хотел финишировать именно в первом раунде, но пока-пока бой продолжается. Но в стойке еще 40 секунд у нас остается до конца стартового раунда. Мы видим, по-моему, рассечение у Муслима Хизриева. Жестко работает с коленом. Тяжелый удар коленом. Здесь, я думаю, нужно уже Астана вливать по идее, но... Держится Хизриев, держится. Держится, да, держится. Огромную такую волю показывает он сейчас в бою. Очень стойкий парень Муслим. Мне просто показалось, что там все. Но мы видим, что... Муслим, конечно, большой молодец. Очень ему тяжело. Но шанс у Дипчикова попытаться все-таки одним ударом решить исход боя в первом раунде. Очень много, очень много пропустил ударов Муслим Хизриев в первом раунде, но... Удается ему достать джебом соперника. И первый раунд закончен. Первый раунд закончен. И он, на мой взгляд, за болгарским бойцом. Другой вопрос, что он свой шанс завершить ситуацию досрочно не использовал. Использовал. И мы ждем второй раунд. Использовал. 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 Этот раз. То есть. Сейчас будет второй раунд И мы посмотрим, насколько восстановился Муслим Хизриев. против очень мощных пропущенных ударов. Снова лауки, когда начинает Муслик Хизриев. Очень много он пропустил ударов тяжелый, выдался для него первый раунд. Особенно тот удар коленом в подбородок, после которого как снопом рухнул Хизриев на стилу октагона, но тем не менее... Сумел, да, он продолжит поединок, он защитился там в партере и бой продолжается. Муслиму нужно обострять, потому что первый раунд он, безусловно, проиграл. Я думаю, что Дипчиков не будет сейчас спешить, он будет выцеливать, ждать момента, чтобы взорваться с серией. Тут очень важно, конечно, насколько сумел восстановиться за перерыв Муслим Хизриев. Да, то, что я говорил сейчас, у Дипчикова фронт-кик не прошел у Хизриева. Это обостряет сейчас Муслим Хизриев. Это шанс у Дипчикова, сейчас достал он таким дальним ударом слева Муслима, но не бросился, так сказать, развивать. Да, и внимателен, внимателен очень, конечно, Никола Дипчиков. Хороший очень, да, удар снизу, такой крюк достигает цели от Муслима Хизриева. Ох, хорошо сейчас работает Муслим Хизриев. Попадание. Да, попадание, и сейчас в тяжелом положении Дипчиков. Не забиваешь ты, забивают тебя, простите за такую группу. А так вот плотное попадение снова, и надо развивать здесь как раз Муслиму. Хизриев, ситуация хорошо попадает. Вот теперь нужно проявлять чудеса стойкости Дипчикова, причем времени у Хизриева предостаточно. Да. Три минуты. Залезает он. Без всяких проблем. И вот, не знаю, насколько хватит стойкости у Николы. Своё единственное поражение болгарин потерпел, кстати говоря, нокаутом. Но в далеком 2009 году это случилось. Переворачивается Никола Дипчиков спиной и попытка выйти на удушающий. Попытка удачная и вопрос, насколько хватит Дипчикова. И сдача. Ну это, конечно, потрясающе. Очень драматичный. Очень драматичный. Продолжение следует... Прямо не важно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok